Дорожные автомобилисты Правилами дорожного движения для тех, кто имеет стаж управления транспортным средством менее двух лет, предусмотрена обязанность устанавливать на своем автомобиле знак «Начинающий водитель». Как же ошибаются те, кто считает такой знак отличие признаком неполноценности, как бы даже унижающим его владельца? Ведь как раз наоборот, многие водители, заметив начинающего коллегу, готовы оказать ему всяческое внимание и содействие. Хочется сказать огромное спасибо водителям, которые понимают, что я где-то замешкалась, где-то что-то не получилось. Спасибо вам, водители. Особого отношения требуют к себе и водители с ограниченными возможностями, автомобили которых также оборудованы специальными табличками. И далеко не красит иных автовладельцев не только нежелание оказывать им преференции на дороге, но и прямое пренебрежение требованием правил дорожного движения, допустим, при осуществлении парковки своих транспортных средств. Я знак не заметил, было свободное место, остановился, быстренько забежать в магазин. Обещайте, постойте, магазин. Мероприятие под названием «Парковка для инвалидов» направлено на привлечение внимания общественности и водителей к необходимости корректного отношения к участникам дорожного движения с ограниченными возможностями. В связи с этим сотрудниками ГИБДД осуществляется периодический контроль за соблюдением правил остановки и стоянки в местах, отведенных для транспортных средств инвалидов. За 11 месяцев 2014 года на территории города Омска за нарушение правил остановки стоянки в местах, отведенных для инвалидов, 41 водитель привлечен к административной ответственности. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. К сожалению, парковка для инвалидов, где наша съемочная группа проводила рейд вместе с сотрудниками ГИБДД, пустовала всего несколько минут после того, как стоянку покинул экипаж ДПС. Так неужели многие из нас готовы соблюдать закон только тогда, когда рядом находится сотрудник полиции? Занять парковочное место, предназначенное для водителей с ограниченными возможностями, это, конечно, не означает создать аварийную ситуацию. Но поступая так, не придем ли мы к тому, что наша воспитанная молодежь будет уступать место в общественном транспорте старушкам только лишь под угрозой серьезного наказания? Удачи на дорогах! Субтитры создавал DimaTorzok